На улице Молдогвардейской шумит строительная техника. Подрядчики завершают работы по перекладке теплотрассы. На отрезке от студенческого переулка до Ульяновской теплосетевой объект уже обновили. Сейчас идет благоустройство. Полоса проезжей части уже заасфальтирована. Продолжается установка бордюров, подготовка к укладке брусчатки. У пересечения с Ульяновской осталось демонтировать всего одну старую теплокамеру и приступить к установке новой. Трудности есть. Монолитная неподвижная опора попалась. Не можем ее экскаватором взять. Но сейчас приедет гетромолот и мы раздолбим ее. Ну и все. И будем демонтировать. И потом уже монтировать новую теплокамеру. При этом все жители окрестных домов будут с горячей водой. Сделают времянку. Заверяют специалисты. По такой же схеме ресурс поступал и в процессе модернизации теплотрассы от студенческого переулка до улицы Ульяновской, которая закончена. На сегодняшний день в Самаре с задачами справились в полном объеме на трех участках. В первоначальном перечне их 12. В частности, уже завершены работы на объектах на улице Ульяновской, на участке улицы Рабочей между Галактионовской и Самарской. На девяти оставшихся участках готовность теплотрассы составляет более 50%. Такая информация прозвучала на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону. На следующей неделе о завершении работ должны доложить подрядчики, которые трудятся еще на трех объектах. То есть у нас останется практически из плановых объектов шесть, которые до 10 августа в полном объеме должны быть завершены. За исключением одной трубы, ну или трассы, будем говорить, это солнечно на сегодняшний день. Как заверил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, сложившаяся сегодня экономическая ситуация никак не повлияет на сроки работ. Объекты полностью укомплектованы и трубами, и железобетоном, и запорной арматурой. По Куйбышевскому району в полном объеме укомплектован в данной ситуации, как по объекту строительства большой котельной на 125 мегаватт, так и по перекладкам и объекту маленькой котельной в полном объеме все материалы на сегодняшний день поступают в графики. В сезоне 2022 года первоначальный перечень объектов, где обновят теплотрассы, увеличен почти вдвое. Вместо 12 перекладку сетей проведут на 20 участках. На некоторых из 8 объектов работы начнутся с 25 июля, на других – с 1 августа. Сейчас решается, какие подрядчики будут на них трудиться. Конкурсные процедуры уже проводятся. Но в любом случае все теплосети Самары будут готовы к 15 сентября. Контроль за ходом работ ведется в постоянном режиме. Практически ежедневно организуются выезды на объекты, чтобы на месте оценить качество и соблюдение графиков. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.